В эфире программа «Право знать». Меня зовут Елена Григорьева. Здравствуйте. Подходит к завершению очередной телевизионный сезон, а значит пришло время подводить итоги. Одной из самых популярных тем стала экологическая безопасность. Наша съемочная группа начала сезон с поездки в Валдайский район, где вместе с межрайоном природоохранным прокурором подвела итоги прошедшего зимой 2018 года открытого форума по защите озер Валдайского водохранилища и выяснила, какие из принятых рекомендаций уже применяются на деле. По итогам открытого форума прокуратуры в программу исследований Национального парка Валдайский были внесены важные коррективы. В плане природоохранных мероприятий учтены рекомендации видных ученых и специалистов ключевых ведомств, занимающихся экологической безопасностью. Теперь сотрудники нацпарка регулярно берут пробы озерной воды для определения количества в ней фосфора. Этот элемент – любимое лакомство сине-зелёных водорослей. Такие растения крайне опасны, ведь при разрастании они способны превратить любой водоём в болото. Это количество органики, которое есть сейчас в озере, оно накапливалось годами, даже десятками лет. И сейчас мы видим последствия на озере, причина которых находится за два десятилетия или три назад. И единственное, как мы можем очистить озеро, это перестать его загрязнять. После прокурорского форума в Валдае была проведена реконструкция многострадального коллектора и построены очистные сооружения. Была произведена очистка дна озера от растительности на площади более 21 гектара. Борьба с загрязнениями ведётся и на берегу, в том числе с привлечением волонтёров. Места отдыха и лесные массивы парка от мусора очищает местная экодружина, созданная на базе молодёжного центра «Юность». Хотим, чтобы люди, которые неравнодушны к природе, которые заинтересованы в чистоте, в порядке на территории нашего родного края, чтобы они помогали приводить порядок, условия. И, конечно, в первую очередь рассказывали другим гражданам о том, какие необходимо соблюдать элементарные требования для того, чтобы места, куда мы с вами ходим, где мы с вами отдыхаем, оставались такими же чистыми. О водопользовании в нашей программе мы говорили и в другом ключе. В октябре мы посетили деревню Берёзовка Акуловского района и встретились с местной жительницей Татьяной Кузнецовой. Летом прошлого года в квитанции об оплате водоснабжения она неожиданно обнаружила новую строку – 650 рублей за полив огорода. Только вот вся её плантация – это несколько цветочных клумб, грядка с зеленью и пара-тройка плодовых кустарников. Как ни крути, такой мини-сад не нуждается в обильном поливе. За помощью Татьяны Кузнецова и несколько её соседей обратились в районную прокуратуру. В адрес водоканала было внесено представление, и порочная практика была прекращена. Теперь, прежде чем внести в квитанцию строку за полив огорода, водоканальщики приходят на приусадебный участок, составляют акт и договор с потребителем, и высчитывают реальный, а не надуманный расход воды. Я очень редко обращаюсь к ним, да вообще не обращалась, первый раз. Но так отнеслись очень замечательно, у меня от них очень хорошее впечатление. Даже на душе приятно, вот от всей души говорю, серьёзно. С такими же эмоциями о сотрудничестве с работниками прокуратуры рассказывают жители деревни Цапово Старорусского района, семья Полкачёвых. Их старый дом, в стены которого гвозди можно было вгонять и без молотка, был признан непригодным для проживания в 2011 году. Но ещё в течение нескольких лет переезда так и не случилось, пока в дело не вмешалась межрайонная прокуратура. Старорусская межрайонная прокуратура внесла представление в адрес главы администрации Старорусского муниципального района об устранении данных нарушений. Представление было рассмотрено, признано обоснованным, удовлетворено. И администрация района взяла на себя обязательство включить в план капитального ремонта на 2016 год свободные муниципальные жилые помещения, одно из которых предполагалось предоставить семье заявительницы. Поскольку новое жильё должно соответствовать метражу прежнего, семье Полкачёвых было предоставлено сразу две квартиры в одном доме и подъезде, но на разных этажах. И только благодаря прокуратуре, благодаря нам дали жильё. Если бы не вот люди, мы бы ещё и жили бы, не знаю, в землянку пришлось бороться, потому что дом рушится окончательно. Всё. Конечно, граждане обращаются в прокуратуру не только за защитой жилищных прав или с жалобами на нарушения в сфере ЖКХ. В этом телесезоне мы неоднократно поднимали тему охраны здоровья жителей Новгородской области. И в декабре 2018-го встретились в Батецком районе с Раисой Савчук. Раньше она работала педиатром в местной ЦРБ, но вот уже несколько лет на пенсии. Но всё ещё продолжает консультировать молодых мам. В прошлом году они обратились к ней с жалобой. В больнице им перестали выдавать бесплатные лекарства для детей. Обращение с десятками подписей Раиса Дмитриевна направила в региональный Минздрав. Но никакого эффекта просьба о помощи на чиновников не произвела. Следующей инстанцией стала прокуратура. Дети первых трёх лет жизни от РДУ и дети из многодетных семей до шести лет имеют право на получение медицинских препаратов и медицинских изделий на бесплатной основе на основании полученного рецепта от врача-педиатра, либо от фельдшера, если приём граждан осуществляется вдали от областного центра. И в ходе проверки было установлено, что подобные рецепты при приёме граждан вовсе не выписывались. И, соответственно, граждане об этом и не знали. Виновные были привлечены к дисциплинарной ответственности. И ситуация с лекарственным обеспечением детей в Батецком районе наладилась. А в январе в очередной раз мы обратились к теме защиты прав предпринимателей. На тот момент прокуратура Акуловского района уже который раз пыталась через суд лишить полномочий главу угловского поселения. Дело в том, что чиновник неоднократно незаконно предоставлял в аренду земельные участки собственному сыну. По одному из них проходила дорога к угловскому известковому комбинату. У сына главы тут же созрел бизнес-план – сдавать руководству предприятия участок в субаренду. Но запрашивал он за неё баснословные суммы. Мы внесли представление в орган исполнительной власти с требованием устранить выявленные нарушения, касающиеся нарушения проекта проведения конкурсных процедур и, соответственно, восстановления прав юридического лица. Но представление было рассмотрено, удовлетворено, два лица было привлечено, но итогового положительного, так сказать, итога рассмотрения данного представления не последовало. Суд поддержал требования прокурора о лишении угловского главы полномочий, но районный совет депутатов эти решения игнорировал. В итоге добиться справедливости удалось только в июне этого года. За неоднократное нарушение закона о противодействии коррупции главу сняли с должности. Но порой возникают у прокуратуры претензии и к самим предпринимателям. Зимой после иска прокуратуры Великого Новгорода суд обязал собственника недостроенного корпуса завода «Волна» закрыть проходы в заброшенные строения, установить фальшфасад и ограждение по периметру. Но вместо этого собственник решил сравнять недострой с землёй. Сейчас участок уже расчищен от мусора, но что появится на месте снесённого корпуса, пока неизвестно. А вот со зданием бывшей бани на улице Великая решить вопрос с такой же лёгкостью не удалось. Прокуратура неоднократно обращалась в суд с требованием ограничить доступ к опасному объекту, прежде чем собственник компании «Стройком» взялась за установку фальшфасада. Это произошло только в мае этого года. Все мы понимаем, что аварийные строения – это не только, так скажем, нарушения, которые связаны с визуальным восприятием города, но это вопрос обеспечения безопасности жизни и здоровья людей. Нередки случаи, когда дети проникают в такие объекты и там играют, чем, так скажем, создают непосредственно для себя угрозу. Также асоциальные элементы проникают в такие дома и нахождение их там приводит иногда даже к пожарам. Сейчас за ситуацией с баней на Великой следят не только надзорные органы, но и общественники. И пока не будут исполнены все предписания, к собственнику будут предъявляться новые претензии. Аварийное здание должно быть полностью закрыто. Каждый год съемочная группа программы «Право знать» посещает разные районы области, чтобы оценить ситуацию с предоставлением жилья детям-сиротам. В феврале мы обратили внимание на Сальцы, где проживает Анна Терехова. По достижении 18 лет ей, как сироте, должны были выдать квартиру. В список получателей Анну внесли еще в 2016-м. Но время шло, а девушку на вручение ключей все не приглашали. Сироты сами обращаются в прокуратуру, потому что я узнала, что в прокуратуру обращаются, и мне опекун говорит, пойдем тоже в прокуратуру. Мы обратились в прокуратуру, через два месяца не дали квартиру. Всего в прошлом году обладателями собственного жилья стали более 270 сирот. В некотором смысле это беспрецедентная цифра, с учетом показателей последних лет. По рассмотрению наших заявлений за 2018 год предоставлено 208 жилых помещений. Естественно, эта цифра с учетом тех исковых заявлений, которые были направлены в предыдущие годы. В настоящее время решения по этим искам прокуроров уже исполнены. Кроме направления исковых заявлений в суд, естественно, горой прокурорами принимались иные меры прокурорского реагирования. Это представление об устранении нарушений законодательства. Такие нарушения, к сожалению, были выявлены практически в половине районов Новгородской области. Была нами проведена также проверка Министерства образования области. А в марте мы не могли обойти стороной приговор в отношении Андрея Орлова, одного из приближенных новгородского криминального авторитета Андрея Речи Петровского. В 2008 году лидер преступной группировки поссорился с местным предпринимателем Сергеем Даниловым и поручил своему киллеру Орлову разрешить конфликт кровавым путем. 14 ноября Сергей Данилов был расстрелян на улице Мусы Джалиля Духовская. Расстрел он произошел недалеко от торгового дома «Русь», на улице Мусы Джалиля Духовской, возле центра подросток. Орлов произвел семь выстрелов из пистолетов Данилова. Все выстрелы попали в цель и потерпевший скончался на месте происшествия. Следователи и оперативники вели дело почти 10 лет, пока, наконец, не вышли на след убийцы. Андрей Орлов оказался на скамье подсудимых, но вину свою так и не признал. Присяжные заседатели назначили ему наказание в виде 9 лет, 10 месяцев лишения свободы. 30 мая приговор вступил в законную силу. В мае региональная прокуратура провела седьмой открытый форум, посвященный безопасности федеральных трасс, проходящих по территории Новгородской области. Речь шла о нарушениях, выявленных на трассе М-10 и о недостатках, обнаруженных в ходе эксплуатации участка М-11. В частности, на автодороге крайне мало заправочных станций, практически отсутствует сотовая связь, а главное, на довольно больших отрезках пути не встретить ни съездов, ни развязок, ни разворотов. Как показали наши проверки, автомагистраль соответствует всем предъявляемым нормативным требованиям. Вместе с тем, практика ее эксплуатации выявила необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе, возможно, право творческого характера. Представители власти, эксперты, руководители экстренных служб и надзорных органов поставили задачу. Десятки тысяч новгородцев и жителей других регионов должны быть уверены, что в любой момент при чрезвычайной ситуации на дороге к ним на помощь смогут прийти медики, спасатели и полицейские. И нет разницы, платная ли это трасса или обычная дорога, соединяющая небольшие населенные пункты. Теперь сотрудники прокуратуры региона будут отслеживать, как исполняются рекомендации, принятые на форуме, и при необходимости принимать меры реагирования, вплоть до привлечения виновных к ответственности. В июне мы вернулись к теме охраны природы от пагубного воздействия человека. В Алдайском и Новгородском районах местных жителей уличили в нарушении закона. Прокуратура обнаружила несколько несанкционированных свалок, которые не вывозились месяцами. По результатам проведенных проверок в прокуратуре района в 2019 году выливано и ликвидировано более 10 несанкционированных свалок. Вывезено объем твердокоммунальных отходов превысил тысячу кубических метров. Кроме того, установлены факты недалежащего содержания мест складирования твердокоммунальных бытовых отходов, а также нормативные правила акта, противоречащие действующему законодательству. А в деревне Григорово жители частного сектора и дачники складировали мусор в ближайшем леске. Пока их неравнодушная соседка Екатерина Удалова не решила обратиться за помощью в природоохранную прокуратуру. На решение проблемы ушли рекордные две недели. Вредили в этом году лесам жители Новгородской области и другими способами. Целый месяц в регионе действовал особый противопожарный режим. Но некоторые любители отдыха на лоне природы это требование игнорировали и не соблюдали правила безопасности. В итоге непотушенные костры и брошенные окурки приводили к серьезным возгораниям. Всего с начала года в регионе произошло около 20 природных пожаров. Пламя опалило 25 гектаров лесных насаждений. В 30% случаев возгорания начинались на полях, где люди поджигали траву. Данный показатель существенно превышает аналогичные показатели прошлого года. Основной причиной возникновения пожаров является человеческий фактор, в том числе пал травы, который происходил весной на землях, зачастую сельхозугодий, и который переходил в лесной фонд. Жара в Новгородской области заметно сбавила обороты. Но сезон отпусков в самом разгаре. И отказывать себе в отдыхе на чистом воздухе не стоит. Главное, не забывайте соблюдать правила безопасности. После пикника не оставляйте мусор в лесу или на берегу водоема. Он тоже может стать причиной пожара. Обязательно тушите костры. Достаточно дуновения ветра, чтобы пламя перекинулось на траву и добралось до деревьев. Ваша бдительность может спасти не только природу, но и здоровье и жизни десятков людей, в том числе ваших близких. Все выпуски программы «Право знать» можно найти на сайте областного телевидения и в нашей официальной группе ВКонтакте. Следите за анонсами. А на сегодня все. Мы прощаемся с вами до осени и желаем отличного летнего отдыха, положительных эмоций и незабываемых впечатлений. До встречи в новом телесезоне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин